Материал для отсыпки с разрешения экологов берут в реке Кепша. Таким образом, муниципалитет решает сразу две проблемы – расширяет пляжи и чистит русло. Что касается грунта, то пока он, по мнению сочинцев, далек от идеала. Помимо песка и гальки, есть и земля. Но точно таким же материалом отсыпали пляжи в Эмеретинской низменности. Сегодня там одна из лучших на курорте зон отдыха. Посторонние примеси с береговой полосы вымывают первые же ливни и шторма. На совещании говорили о том, что темпы работ нужно увеличить. Начинается массовый заезд отдыхающих. Пляжные территории хвосты. Их тоже надо заканчивать, Тимур Нодарович. Расширять. Там уже людям лежать негде. В том числе Сан-Рема и все остальное. Посмотри, у них нет пляжей. Они наши пляжные территории превратили просто-напросто в общепит. У нас были договоренности, что они будут отсыпать. И этого не делается. Усиливайте работу. Завозите гальку везде. Конечно, самая основная пляжная территория, которую вы должны привезти немедленно, это пляжи в центральном районе. Я смотрю, там по 10 машин приезжает. Это же несерьезно просто-напросто. Ну и днем возите, кто мешает. Еще 10 дней. До начала массового сезона отпусков необходимо решить еще одну проблему на лиц без определенного места жительства и цыган, которые нередко попрошайничают, а то и воруют кошельки, стали все чаще поступать жалобы от сочинцев и гостей курорта. Эта работа проводится совместно органами социальной защиты Краснодарского края и УВД города Сочи. Работа проводится системно. И за период с января 2015 года 85 человек данной категории вывезены. Сезонно эта традиционная позиция усиливается, и количество людей данной категории увеличивается. Конечно же, мы сегодня обсуждали усиление работы в этом направлении, увеличение количества вывозов. Ситуация на дорогах на ближайшие три месяца теперь тоже под особым контролем муниципалитета. Чем ближе пик курортного сезона, тем сложнее будет организовывать движение транспорта, особенно в поселках Лоо и Лазаревское. Причина заторов – на земных переходах. Большой поток отдыхающих затрудняет движение автомобилей по федеральной трассе. Прошлым летом на помощь инспектором ГАИ пришли казаки-дружинники. Именно они регулировали движение пешеходов, что позволило ликвидировать пробки на дорогах. В этом году добровольные помощники полиции также выйдут на улицы курорта. Говорилось на совещании и о состоянии городской казны. Свыше полумиллиарда рублей недополучил бюджет курорта от арендаторов муниципального имущества. В мэрии считают, судебные приставы работают недостаточно эффективно. Долги с неплательщиков практически не взымаются. 791 миллион рублей город мог бы потратить на социальные нужды. Администрация города, глава города обеспокоены качеством и эффективностью работы подразделения и фактическим поступлением денежных средств от их работы. Если посмотреть статистику, то в 2012 году судебные приставы перечислили от своей работы, от исполнительных, от исполнения, да, из полпроизводств 55 миллионов рублей. Соответственно, в 2013 году уже 29 миллионов, в 2014, 7,5, в 2015 на сегодня эта цифра оставляет 0 рублей. На данный момент все решения судебных приставов о так называемых невозвратных долгах переданы в прокуратуру Сочи для проверки. Глава города также потребовал от своих подчиненных в кратчайшие сроки расторгнуть договора со всеми арендаторами-должниками. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.